Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на видеоурок в шахматной школе Евгения Гриниса. И сегодня тема этого занятия это занятие из серии «Самые полезные шахматные партии». А также продолжает мое предыдущее видео, посвященное современной защите и атаке 150. Эта партия была сыграна между двумя гроссмейстерами. Юлианом Ходксоном из Англии и Йенсом Уве Майвалдом из Германии. Ходсон имел рейтинг 2560 и Майвальд 2495. Партия была сыграна в 1997 году. Для того времени эти рейтинги были очень неплохими. И белые начали партию ходом d4, и чёрные ответили d6. Чтобы рассказать вам, кто такой Юлиан Ходсон, я могу вам показать такие ходы. После хода d5 есть такой ход слон g5. То есть белые выводят слона на g5, не дожидаясь, пока ещё конь вышел на f6. И эта система развития называется на западе по-английски «Hodgson Attack». Атака Ходксона. Так что Юлиан Ходсон довольно известный шахматный гроссмейстер, который внёс свою лепту в теорию. После хода d6 белые сыграли e4, и чёрные идут ходом g6 в современную защиту. Я в предыдущем видео говорил, что это защита родственницы в защите пирца у Фимцева, который с ходом конь f6, конь c3, g6. А ход g6 делается в современной защите без хода конь f6. Чёрные могут сыграть позже. Белые играют c3, и чёрные ответили в этой позиции c6. По статистике этот ход даёт чёрным 39%, и шахматная программа оценивает уже эту позицию как с перевесом у белых. Кроме хода c6, в этой позиции за чёрных есть и другие продолжения. Например, это ход конь f6, переводящий в защиту у Фимцева. Он даёт чёрным по статистике 42%. Ход g7, оцениваемый компьютером как небольшой перевес у белых, даёт чёрным 41%. Также ход конь f6 компьютер оценивает с небольшим перевесом у белых. Ход a6 имеется. Он давал чёрным 50% очков. Компьютер оценивает его с небольшим перевесом у белых. И также более редкий ход конь d7, который по статистике дал чёрным 0%, и компьютер оценивает его с перевесом у белых. c6. И Ходксон играет слон e3. Это вступительный ход к атаке 150. Больше об атаке 150 вы можете узнать в моём предыдущем видео, довольно долгом, которое длилось 2,5 часа. Их было посвящено теории современной защите и атаке 150. Здесь я не так подробно остановлюсь на этом. Но, тем не менее, немного эта партия даёт нам также представление об атаке 150. Этот ход слон e3 по статистике даёт белым 81% возможных очков. Компьютер оценивает его как небольшой перевес у белых. Здесь, кроме хода слон e3, у белых имеется много других продолжений, на которых я очень кратко остановлюсь. Это ход f4, даёт белым 48% очков и оценивается компьютером как небольшой перевес у белых. Ход f3, который также может быть вступлением в атаку 150, ну и в другие системы, оценивается компьютером, как эта позиция с перевесом у белых, и давал белым 61% очков. Ход c4, агрессивный ход, давал белым 58% пунктов, и оценивается компьютером эта позиция как с перевесом у белых. Ход g3, позиционный ход, оценивается компьютером как небольшой перевес у белых, и давал белым 67% очков. И также реже встречался ход a4, препятствуя возможному ходу чёрных b5, то есть позиционный ход, направленный на сдерживание возможностей чёрных, давал белым 83%, но оценивается компьютером как небольшой перевес у белых. Ну и также встречался реже ход h3, который дал белым 50%, и оценивается компьютером как перевес у белых. слон e3, сделанный гроссмейстером Ходксоном, готовит атаку 150. Слон g7. И здесь компьютер считает, что ход Kf3, наиболее сильный, и оценивает позицию как с перевесом у белых. Этот ход дал белым 57% очков, и он также является вступлением к атаке 150. К партии Юлиан Ходксон пошёл Fd2, и это также является вступлением к атаке 150. Оценивается компьютером как небольшой перевес у белых, и белые набрали 57% очков после этого хода. В этой позиции Майвальд сыграл Kd7, и этот ход дал чёрным по статистике 47% очков. И позиция оценивается компьютером как небольшой перевес у белых. Кроме этого, после Fd2 встречался ход b5. Чёрные набрали 44% очков, и оценка компьютера позиция с перевесом у белых. И также ход Kf6, который дал чёрным 37% очков. Кf6, который принёс чёрным 50% очков, но оценивается компьютером как перевес у белых. Кf6, который принёс чёрным 50% очков, но оценивается компьютером как перевес у белых. Кd7 было сыграно в партии, и белые ответили Kf3. Это сочетание ходов С e3, Fd2 и Kf3 уже показывает, что белые играют атаку 150. Ход Kf3 дал белым 81% очков в этой позиции. и позиция оценивается в данный момент как небольшой перевес у белых компьютером. Здесь у чёрных встречалось за чёрных два продолжения, сделанный в партии ход b5. Дал чёрным только 20% очков. И компьютер оценивает эту позицию как лучшую для белых. Другой ход Fc7 дал чёрным 50% очков. Но позиция также оценивается компьютером как лучшая для белых. b5 было сыграно. И в этой позиции чаще всего встречался ход, сделанный в этой партии. слон d3. И, как я указывал в предыдущем видео, посвящённом атаке 150, вот эта позиция является одной из основных в атаке 150. Она дала белым 50% очков. Но оценивается компьютером как лучшая для белых. Другие возможные ходы после b5. Это встречающиеся реже. Это ход a4. Сразу атакуя пешку b5. Дал белым 100% очков, но в меньшем количестве партий. И позиция оценивается компьютером как небольшой перевес у белых. И ход h4. Агрессивный ход встречался также реже и дал белым 100% очков. А компьютер оценивает эту позицию как небольшой перевес у белых. Позже хода слон d3. У чёрных есть по теории 4 продолжения. В партии встретился ход Kb6. Который дал чёрным 40% очков. Не очень нравится компьютеру. И компьютер оценивает эту позицию в пользу белых. Другое продолжение. Это ход fc7. Он дал чёрным 64% очков. И компьютер оценивает его как несколько лучшую за белых. И мы можем посмотреть один теоретический вариант. Рокировка Kf6. Слон h6. Рокировка a4. b4, Ke2, c5. Кg3, cd. Конь берёт пешку. Слон берёт слона. Ферзь берёт слона. Конь идёт в центр. Ферзь вернулся назад. Ладья защитила пешку. Король ушёл. Наш 1. Видимо, готовя f4. Ферзь b6 напал на коня. Ход b5 защищает коня. А6, сгоняя слона. Слон идёт назад. Слон атакует пешку на e4. Белые осуществляют f4. Ход задуманный при отходе королём в угол. Конь возвращается на d7. И в этой позиции чёрные и белые достигли 50% очков. Компьютер оценивает эту позицию как равную. Другой возможный ход в этом положении. Ход a6. Сейчас посмотрим, какой процент он дал. Ход a6 принёс чёрным 0%. И компьютер оценивает также эту позицию с перевесом у белых. Теоретический вариант. А4. Подрывают пешки. Слон выводится на b7. Рокировка. Ферзь на c7. Белые берут. Чёрные берут пешкой c. Конь нападает на ферзя. Чёрные не берут коня слоном. Уходят на d8. Ферзь a5 предлагает размен. Ладья c8. Ферзь разменивается. Чёрные берут королём. Конь нападает на пешку a6. Чёрные выводят коня и нападают на пешку e4. Белые продвигают её вперёд. Взяли, берут конём. Конь берёт коня. Пешка берёт коня. Конь d7. И в этом варианте чёрные набрали 0%. И компьютер оценивает как лучшую позицию для белых. Также ещё один ход, который игрался здесь, это ход b7. И он дал чёрным по статистике 75% очков. А компьютер оценивает эту позицию как лучшую для белых. И теоретический вариант продолжается так. Рокировка. Ферзь c7. Ладья выводятся на линию e. Чёрные встречают центр белых ходом e5. Белые продвигают пешку. Чёрные защищают пешку b5 дополнительно. Белые подрывают её. Чёрные нападают на коня. Белые берут в промежутке на c6 и нападают на слона. Слон берёт пешку. Конь отошёл. И чёрные защищают свою пешку b4. Белые подрывают эту пешку ходом c3. Чёрные её защищают. Белые берут. А чёрные выводят своего коня и нападают на пешку e4. Белые берут дальшин. Конь берёт в центр. Слон берёт коня. Слон берёт слона. Ферзь берёт пешку. d6. Слон f8. Конец варианта. Очевидно, партия закончилась в ничью. Чёрные достигли 50%. Позицию компьютер оценивает как лучшую для белых. После сыгранного в партии конь b6, белые ответили ходом h3. Ещё один. И эту позицию компьютер оценивает как небольшой перевес у белых. И белые набрали 33% очков в этой позиции. Другой вариант. Рахировка. После которого белые набрали 100% очков по статистике. И компьютер оценивает эту позицию как перевес у белых. И здесь у чёрных два продолжения. a5. h3. c4. Слон берёт коня. Пешка берёт слона. И белые продвигают в центре пешку. Слон выводится. И белые предлагают размен сильного чернопольного слона. Чёрные выводят коня. Белые берут на c6. Слон берёт пешку. И белые продвигают пешку на e5. Чёрные берут. Конь берёт на e5. Слон b7. Ладья идёт в центр. Рокировка. И белые забирают пешку c4. Ф7. b3. Белые набрали в этой позиции 100% очков. А компьютер оценивает как перевес у белых, у которых лишняя пешка. Также, кроме после рокировки, у чёрных ещё есть один ход. Слон g4. Пытаясь разменять своего белопольного слона. Белые играют. Уходят конём из-под размена. Чёрные нападают на коня. Но белые также нападают на слона. Слон ушёл назад. Конь ушёл назад. Чёрные выводят коня. Белые играют по центру. Ф7. Слон f4. Препятствуя ходу чёрных e5 и создавая угрозу e5. Конь нападает на слона. Он отходит. И чёрные проводят e5. g4. Нападает на коня. И конь должен идти на f4. Слон берёт. И ферзь берёт пешку. g5, ферзь g3. В этой позиции белые набрали 100% очков. Компьютер оценивает позицию как лучшую у белых. У которых лишняя пешка. После хода h3 сыгранного в партии. У чёрных есть два хода, опять же, в этой позиции. В партии была сыграна ладья b8. Компьютер оценивает эту позицию как лучшую для белых. Второй возможный ход чёрных это вывести коня. На коне f6. Этот ход, видимо, компьютер считает лучше. И даёт белым небольшой перевес. Это теоретический вариант, который продолжался. Рокировка. Рокировка. Слон h6. Типичная атака 150. И в этой позиции у чёрных есть два продолжения. Ход. Конь f7. Дал чёрным 0% очков. Белые играли. А4. Подрываю центр. Подрываю пешку b5. b4. Конь ушёл. А5. Слон разменялся. И c3. Подрываю пешку b4. Как мы видим, эти идеи характерны для атаки 150. Это ход a4 и подрыв c3. И также размен слона g7. c5. Белые взяли на b4. Чёрные взяли пешкой c. Конь g3. Также характерное построение для атаки 150. И чёрные встретили белых в центре ходом e5. Слон занял поле b5, которое освободилось после продвижения пешек b на b4 и пешки a на a5. Поле b5 стало свободным. Слон b7. И чёрные набрали в этой позиции 0% очков. Оценка компьютера при перевесу белых. И второе продолжение после хода c6. b4. Которое по статистике дало чёрным 50% очков. Но позиция оценивается компьютером с перевесом у белых. Слон взял на g7. Король взял. e5. Белые пошли в атаку в центре. Чёрные взяли коня. Белые берут коня с шахом. Чёрные берут пешкой. И белые берут ферзём пешку чёрных. Водья b8. Белые не стали брать на c6. Чёрные бы пошли, наверное, слон b7. Могли потом взять коня f3. Ферзь d2. Слон e6. b3. Защищая поле c4. От наскоков коня b6, скажем. Слон занял позицию в центре. Напал на коня f3. Ферзь вышел и защитил коня f3. И слон взял коня на f3. И чёрные добились 50% очков. И компьютер оценивает эту позицию как очень небольшой перевес у белых. Значит, в партии после h3 чёрные сыграли ладья b8. Которого в теории нет. Теория не знает статистики. И не включила этот ход в свою дебютную теорию. Так что партия принимает уже индивидуальные очертания. Рокировка. Чёрные выводят коня. И белые сразу играют f6. Как только появилась такая возможность, конь вышел, белые идут на размен. Рокировка. И белые меняются. Так как одна из целей атаки 150, это разменять активного слона g7 чёрных. И ладья идёт по центру. Ферзь c7 готовит ход e5. Но белые не дают чёрным сыграть e5 и сами продвигают пешку на e5. Вот это один из важных моментов. Значит, гроссмейстер Ходксон показывает в этой партии атаку на королевском фланге, которая начинается ходом e5. Белые захватывают пространство в центре. Эта пешка разрезает доску на две половины. Одна из которых это королевский фланг, где белые собираются атаковать. Чёрные пошли конь d5. Эту позицию компьютер оценивает как позицию с перевесом для белых. Белые взяли на d5. И чёрные взяли конём. И в этой позиции компьютер предлагает ход ладья e4, который, вероятно, заслуживал внимания. С идеей перевода ладья на h4. В партии белые сыграли здесь слон e4. И после того, как чёрные ответили здесь h6, Ходксон неожиданно возвращается слоном назад. Потому что ему пришла в голову та идея, которую показывал компьютер. Чёрные сыграли ладья d8. Ходксон ставил ладью на вертикаль напротив белого ферзя, что после разменов может сказаться в их пользу. И Ходксон играет ладья e4, угрожая ходом ладья h4. Чёрные взяли в центре. И пошли уже здесь профилактически ладья h8. Чтобы ход белых ладья h4 не имел той силы. Белые подводят вторую ладью, последнюю фигуру, которая у них ещё не играла, в центр. Укрепляют пешку e5. Чёрные напали на ладью. Белые пошли ладья d4. Компьютер считает, что чёрным здесь следовало разменять слонов. Но они решили сохранить своего слона. Слон e6. У чёрных укреплённый конь в центре на d5. Он укреплён пешкой b5. То есть, согнать его так просто не получается. Но белые попробовали. Пошли c4. Чёрные берут. И белые взяли ладьёй. У чёрных оказалась изолированная пешка на c6, которая поддерживает коня. Но сама стала некоторой слабостью. Хотя компьютер эту позицию уже оценивает как позицию с небольшим перевесом для белых. Конь отошёл, напал на ладью. Ладья c5. Значит, по-видимому, белые планируют игру против этой пешки c6. Они оставили под боем пешку a2. Но после хода слон берёт на a2. Компьютер считает, что позиция у белых остаётся небольшой перевес, который реализуется ходом e6. А в партии чёрные сначала пошли конём и напали на ладью. И компьютер считает, что этим ходом чёрные уравняли позицию. Белые отошли ладьёй на c2. На всякий случай защитили пешку b2, так как она уже была под ударом коня и ладьи. Собственно, единственный ход. И чёрные берут пешку на a2. И вот интересно проследить, как оценивает позицию компьютер. Он, в принципе, оценивает её как равную, но сейчас он начинает видеть, что после хода e6, который был сделан в партии, белые начинают получать небольшой перевес. Перед этим компьютер даже считал, что это равная позиция. У чёрных лишняя пешка, а после e6, значит, у белых есть какая-то компенсация. Если даже компьютер считает, что у них маленький перевес, который компенсирует пешку ещё немножко больше. Чёрные делают ход, который компьютер считает сильнейшим. Слон берёт на e6. И компьютер оценивает теперь эту позицию как равную. Он видит за белых ход, сделанный в партии. Это жертва качества. Ладья берёт на e6. Чёрные берут. Ну, компьютер посчитал пока. И вот когда он посчитал на 15 ходов вперёд, он увидел преимущество белых. Теперь он видит сильнейший ход за белых, который был сделан в партии. Ферзь e3. Ну, компьютер показывает небольшой перевес у белых. Конечно, пешки эти не могут считаться здоровыми пешками. Все пешки изолированы на a7, на c6. Эта пара изолированы и эта. Они все представляют из себя островки для n-шпиля. В n-шпиле важно считать островки. Значит, у белых два островка. Это вот эти три пешки вместе. Это один островок. И пешка на b2 представляет из себя второй островок. У чёрных раз, два, три, четыре пешечных островка. Если дело дойдёт до пешечного n-шпиля, то, возможно, несмотря на то, что у чёрных пешка лишняя, может оказаться, что их позиция хуже. Ну, компьютер даёт небольшой перевес белым. И он видит следующий ход, сделанный чёрными, и считает его сильнейшим. Это ход ладья b4. Второй ход, который компьютер здесь рассматривал, и вначале считал его сильнейшим, а потом отбросил ход fd6. В какой-то момент компьютер считал этот ход сильнейшим. Что могло быть после fd6? Я показываю варианты компьютера, которые он считает лучшими за белых и за чёрных. Ке5, ладья f8. Ладья берёт на c6, нападает на ферзя. У белых, кстати, только слон за ладью и пешку. Они без качества. Тем не менее, уже оценка этой позиции как решающий перевес для белых. Кг4, g5. Ладья берёт пешку e6. Уже только качество у чёрных. Ладья b3, например, атакуя связанного слона. Ладья берёт на c6. И если чёрные возьмут слона, то после ферзь берёт на e7. Ну, давайте посмотрим этот вариант. Ладья берёт слона. Ферзь берёт на e7. Ладья f7. И ферзь e8. Ну, чёрные могут дать несколько шахов, начиная с хода ладья d1. Потом ферзь d6. И ладья заберёт. Но у белых в связи с угрозой мата на h8 выигранная позиция. Значит, после ладья h7 другой вариант. Это ладья f7. Ладья g6. Ладья шах, король f8. И конь h6. Угрожает небольшой мат на g8. e6. Шах на g8. Король единственный ход. Конь берёт ладью. Король берёт коня. Ладья берёт на g5 и нападает на ферзя. Ну, например, ферзь берёт на d3. Ферзь a7. Длинный ход ферзём. Шах, король f8. И тихий ход. Ладья g7. Угрожают маты по 7-й линии. У чёрных есть шах. Есть ещё один шах. Надеясь на то, что белые побьют королём, тогда у чёрных будет шах отсюда. Белые берут пешкой. Шах, 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 шах. И если чёрные дадут такой шах, то белые этого ферзя заберут. Так как это поле держится. А если чёрные дадут шах отсюда, то белые сыграют f4. И шахов больше нет. Белые ставят мат в этой позиции. Это был вариант после хода ферзь d6. В партии был сделан ход ладья b4. Компьютер даёт белым перевес, но не решающий. Конь d4. Ферзь d6. Сильнейшая защита, по мнению компьютера. Конь берёт на e6. По-прежнему компьютер видит у белых уже перевес. Король h7. Здесь белые делают ход ладья d2, ставя ладью в засаду. Угрожая взятием пешки g6 шахом, и ладья заберёт ферзя. Ферзь b8 была сыграна. И эта позиция уже выиграна за белых. Компьютер видит выигрыш. Конь f4. Ну и здесь интересные варианты тактические. Значит, чёрные пошли e5. И проиграли быстро. Другие возможные защиты были ладья взять на f4. Тогда ферзь берёт на e7 шах. Король g8. И здесь самый красивый ход в этой партии, который, конечно, Юлиан Ходксон видел. Это ход b1. Двойная угроза. Ладья d8 шах. И ферзь должен забирать ладью и жертвовать собой. Вторая угроза. Слон, a2, почти мат. Ну и посмотрим, что же чёрные могли тут сделать. Например, ладья h7. Ну тогда ладья d8 шах. То есть чёрные защитили поле f7, или дали королю поле h8, но просто идёт ладья d8. Но у чёрных две ладьи за ферзя. Но ферзь настолько активный. И здесь белые делают всё равно ход слона 2, угрожая после ферзь g8 забрать ладью на h7. Ладья f7 надо играть. Слон берёт ладью, король берёт слона. За ферзя у чёрных ладья и конь. Но ферзь c7 шах, король g8, защищая ладью. Ферзь b8 шах, король g7. Ферзь берёт пешку шах. И после король g8, белые берут коня на a4, и выигрывают с ферзём против ладьи. Другая попытка чёрных защититься это ход c3. Если белые возьмут, то чёрные возьмут слона с шахом. А конь атакует слона. Белые делают тихий ход. Они даже не дают шах на d8. Могли бы дать и выиграть. Ферзя голодью тоже возможно. Но они играют по d7. Тихие ходы в атаке оказываются иногда сильнее, чем форсированные продолжения. Если они содержат сильные угрозы. Угрожает мат. Ферзь f8. Единственный ход. Защищающий поле g7. Шах. Ну и надо играть ладьёй. И теперь ладья связана. И белые обрушиваются на неё. Слон берёт на g6. Угрожая выиграть просто ладью f7. И сохраняя матовые угрозы. Шах коню. Белые не берут, конечно, этого коня. Сохраняют связку. Ладья h7 защищает ладью на f7. Но слон тогда берёт эту ладью. Шах. Если король h8, то ладья просто берёт на f7. И белые грозят ходом ферзь e5. И ферзь f6 мат. Защиты нет. Если после слона h7 король берёт слона, то просто ладья берёт на f7 с шахом. Выигрывается ферзь, и чёрные проигрывают. После... Это был вариант. Теперь после хода Кc3... Нет, значит это был вариант с ходом Кc3. И ещё один возможный вариант был после хода Сb1. Ладья f7 сразу. Тогда слона 2. Связка. Ладья h7. И шах. Ферзь берёт, ферзь берёт. За ферзя у чёрных 2 ладьи, одна из которых связана. Король g7. Слон берёт на f7. И теперь тот вариант, который уже мы, в принципе, видели, когда белые выигрывали коня и партию. Это были варианты все с ходом. Ладья берёт на f4. И ферзь е7 шах. После Кf4 ещё одна попытка чёрных. Может быть это ход Кc5. Но белые играют. Ферзь берёт на e7 шах. Король g8. И снова слон на b1. Опять с двойной угрозой. С2 шах. И ладья d8 шах. Ну, ладья a4, может, защищает поле a2. Но ладья d8. Ферзь берёт. Ферзь берёт. Король g7. Ферзь е7 шах. Король g8. Ну, можно просто взять с коня, скажем, и у белых две лишних фигуры. Но самый быстрый способ, это показывает компьютер, это конь берёт на g6. Да, и угрожает мат ферзь f8. Мат. Вернее, это не сразу мат. Но после Кh7 ферзь берёт на h8. Это мат. Защита. Конь d7. Ферзь e8 шах. Король g7. Ферзь берёт на d7 шах. Король g8. И конь e5, такой тихий ход, угрожая. Ферзь f7. Мат. Ладья f4. У белых у жек. Две лишних фигуры. Но это уже мат в два хода. После слона 2 шах. Король f8. Мат конём на g6. У короля ходов нет. И вариант в партии. После коня f4 чёрные сыграли e5. Белые взяли слоном на g6 шах. Король g8. И пошли конь e6. Материально у чёрных лишнее качество. Но они в этой позиции сдались. Прямая угроза это ладья d8. Шах выигрывает ферзя. Или, как показывает тут наш помощник, это такой удар. Ферзь берёт на a7 грозит. И если ферзь возьмёт на a7, то ладья d8 будет матом. Чёрные не видели никакой защиты. Но они могли, например, сыграть ладья d4. По крайней мере, предохраняя и от ладья d8 шах, и от ферзь берёт на a7. Тогда белые пошли бы ладья берёт на d4 ed. И быстрее всего ведёт к победе ход ферзь f3. На что чёрные могут сыграть ладья h7. Тогда просто слон берёт, король берёт. Шах, король h8. И ферзь g7. Ну что ж, я надеюсь, что эта партия ещё раз продемонстрировала атаку 150. Ходами слон e3 и ферзь d2. Кf3. И особенно вот эту позицию, как одну из основных позиций в атаке 150. То есть, я надеюсь, что вы смогли лучше понять эту атаку за белых, которая рекомендуется многими гроссмейстерами для клубных шахматистов. Рекомендуется в видео, в уроках, так сказать, видео и в книге. Есть книга на английском языке об атаке 150. Ну и, я надеюсь, что это окончание этой партии, вернее, то, как белые атаковали позицию чёрных также было для вас полезным. Способ атаки, который начинался ходом e5. И продолжился с жертвой e6. И жертвой качества ладья берёт на e6. И даже компьютер не сразу мог оценить, что белые имеют решающую атаку. Ну что, спасибо за внимание. Не стесняйтесь развернуть описание под видео, чтобы увидеть те ссылки, которые я там помещу. И я прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч!